Девушки отдыхают Риски слишком велики. Иркутские медики уверены, переезд опасен, но мама Влада Шестакова настаивает на транспортировке сына в заграничную клинику. Существует ли компромиссный вариант? Девушки отдыхают И снова проиграли. Хоккеисты Ермака уступили Ценгтоу. Игра прошла на льду соперника. Детали матча расскажем в блоке спортивных новостей. Девушки отдыхают и создать дополнительные возможности для занятий физкультурой и спортом и привлечения жителей к здоровому образу жизни. Главная тема нашего очередного заседания – социальное развитие сельских территорий, содействие дальнейшей модернизации агропромышленного комплекса округа, организация производств по хранению и переработке продукции, развитие структур для сбыта продуктов питания. В 2020 году на территории Аларского района планируется проведение масштабного мероприятия «Сурхарбан». В связи с этим мэр Аларского района Александр Футорный обрадился с просьбой помочь в подготовке объектов к этому празднику. Строительство так называемого «ФОКа» в этом деле играет немаловажную роль. Кроме того, на Совете отметились значимые объекты, работы на которых уже завершены. Среди них поликлиника и стационар Аларской районной больницы в поселке Кутулик, четыре фельдшерско-акушерских пункта в местностях Куркат, Быково, Абхайта и Егоровск. Кроме того, были подняты и проблемные вопросы. По итогам заседания Совета губернаторам Сергеем Левченко даны поручения, по направлениям в сферах строительства, дорожного хозяйства, образования и сельского хозяйства. Четырем тысячам пенсионеров Иркутской области на 25% будет повышена социальная выплата с 1 января 2019 года. На индексацию могут рассчитывать неработающие граждане, у которых 30 и более лет сельского стажа, и они продолжают проживать в сельской местности. Как отмечают в пресс-службе отделения пенсионного фонда по Иркутской области, повышена будет не вся сумма, а именно фиксированная выплата. Она вырастет примерно на 1333 рубля и составит почти 6700 рублей. Наибольшее количество жителей при Ангаре, которые смогут рассчитывать на индексацию, проживают в Усть-Ордынском бурятском округе, это 1396 человек. На втором месте Куйтунский район и на третьем Тулунский. Мама Влада Шестакова настаивает на транспортировке сына в Иркутск, а из областного центра ребенка заберут уже специалисты Новосибирска и обещают доставить его бортом санавиации в заграничную клинику. Но вот иркутские специалисты подобные перемещения считают слишком рискованными. Для решения этого вопроса сегодня все врачи собрались вместе. На этой встрече побывала моя коллега Екатерина Нерушкина. Ей слово. Что мы сейчас переливаем? Что того пустил? Что когда поставил? При чем здесь это? Дайте возможность нам вылечить ребенка, его вылечить. Что вы боитесь? Мама берет ответственность. Берут ответственность на себя врачи. Телемост с больницы Черемхова проводят ведущие врачи Иркутской областной детской клинической больницы и Министерства здравоохранения при Ангаре. Консилиум врачей и родственников. Мама Влада Шестакова настаивает на транспортировке сына в частную клинику Турции. К ней присоединились врачи из Новосибирска. Они заключили коммерческий договор и сейчас ведут переговоры с различными организациями о возможности доставки мальчика из Иркутска в Стамбул. Между тем, пока не решен вопрос о том, как доставить ребенка в областной центр. Коммерческая организация Новосибирска также обратилась к черемховским врачам с просьбой предоставить оборудованную машину скорой помощи. Однако перевозить ребенка в Иркутск врачи Черемховской больницы отказываются. Слишком велик риск. Препятствий никто не чинит. Мама принимает самостоятельное решение. Поэтому, если вы заключили с ней коммерческий договор, вы несете полную юридическую ответственность. Мнения медиков Иркутской области и ваши на этот момент не совпали. Поэтому в данной ситуации вы можете продолжить дальнейшее лечение ребенка по вашему усмотрению. Наличие ребенка в машине скорой медицинской помощи это ответственность Черемховской больницы. Черемховская больница не признает его транспортабельным. Я прошу меня услышать, что наши специалисты признают нетранспортабельным. Поэтому ответственность за транспортировку вы можете взять исключительно на себя. Взять ответственность за транспортировку на себя новосибирцы не могут. У них нет лицензии на перевозку тяжелых больных. Иркутские врачи настаивают на том, чтобы мальчик оставался в реанимации Черемховской больницы. Пока ребенок находится у них, врачи несут в том числе и уголовную ответственность за его жизнь. Сейчас трехлетнему Владу оказывают палеоактивную помощь. Мне, конечно, бы хотелось поговорить в составе бригады частной клиники, реаниматолог. Насколько он осознает свои риски. Ведь, посмотрите, в состоянии лоббельности любого человека, взрослого, ребенка, даже перепад высоты играет на внутренние все вот эти вещи. Они обостряются там, ну и так дальше, и так дальше. Вы же сами летаете, понимаете, что это такое. В сложившейся ситуации каждый пытается помочь так, как он считает нужным. Жители России уже сделали свой вклад на помощь. Владу Шестакову было собрано 10 миллионов рублей. У мальчика диагностирована нейробластома около брюшного пространства четвертой стадии. Ребенок проходил лечение в Иркутске, Санкт-Петербурге и Москве. Однако болезнь прогрессирует. В данный момент маме, если она все-таки хочет увезти сына в другую страну, необходимо найти медицинскую организацию, которая имеет законную возможность перевозки ребенка с таким заболеванием и готова рискнуть вместе с родными Влада Шестакова. Екатерина Нерышкина, Константин Синицын. Новости сейчас. Село Хомутово и деревня Куда в Иркутском районе частично остались без света. Электроэнергия отсутствовала с 10 утра. Причина этому – перегруз сетей, который возник в результате использования жителями частных домов электронагревательных приборов для отопления. В 16.00 аварийная бригада восточных электрических сетей восстановила подачу электроэнергии. На фоне понижения температуры резко возрастает потребление электричества. Жители активно используют электронагревательные приборы для отопления. Энергетики напоминают, проведение в поселке линий электропередач не рассчитаны на подобные нагрузки, что и приводит к отключениям. Выросли нагрузки на линиях электропередачи, питающие эти населенные пункты. И выросли до такой степени, что превысили несущую или пропускающую способность проводов. В результате провода начали перегорать. ЖК Куда и Хомутова церковь, которые находятся в перегрузе. И периодически то в одном месте, то в другом месте возникают проблемы с перегоранием и разрывом как следствие провода. Иркутская электросетевая компания рекомендует использовать печное отопление и генераторы для резервного электроснабжения жилых помещений. И в продолжении темы погоды. По данным сервиса Яндекс.Морозы в Иркутске начнут отступать. Температура воздуха днем завтра составит минус 23 градуса, а ночью минус 35. Возможен небольшой снег, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. О погоде в других городах Иркутска области смотрите сразу по завершении этого выпуска новостей. А пока о том, что вы увидите во второй части программы. Не смог унести и сломал злоумышленник в торговом центре Иркутска разбил 4 банкомата. Детали ночного происшествия через несколько минут. Праздник для самых маленьких в Иркутском музыкальном театре прошла губернаторская елка. Кто помогал сказочному волшебнику поздравлять юных жителей при Ангаре, увидите через несколько минут. Этот выездной матч победы не принес. Ангарский Ермак уступил клубу из Китая Цэнгтоу. Что дальше ждет оранжевую дружину? Вы смотрите новости сейчас. Мы работаем в прямом эфире и продолжаем выпуск. Женщина погибла на пожаре в жилом доме Иркутска. Трагедия произошла этой ночью. Загорелась квартира на первом этаже дома по улице Советская. В региональном МЧС рассказали, дверь квартиры, из которой шел густой дым, была заперта изнутри. Ее пришлось взломать. В комнате на диване спасатели обнаружили погибшую женщину. Причиной этой трагедии стала непотушенная сигарета. Всего за эту ночь случилось 12 пожаров. Горели 4 жилых, 2 частных дома, 2 гаража, а также надворные постройки, придорожное кафе в Иркутском районе. В семи случаях причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки. Неизвестные похитили платежный терминал в магазине Иркутска по улице Академика Образцова. По данным регионального МВД, злоумышленников было двое. Их лица скрывали маски. Они зашли в помещение, вынесли терминал и скрылись на иномарке белого цвета. Сейчас рассматриваются две версии. Это Toyota Corolla или Nissan Adem. Подобное происшествие случилось в этом же Ленинском районе ночью. Неизвестный в торговом центре разбил четыре банкомата. Эти кадры опубликованы в социальных сетях. Сейчас по факту проводится проверка и устанавливается сумма ущерба. Более тысячи жителей Иркутской области привлечены к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в 2018 году. Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по региону подвели итоги работы за год. Составлено 2070 протоколов. 1018 человек должны выплатить денежные штрафы. Их сумма зависит от степени нарушения. Всего в органы дознания Государственного пожарного надзора при Ангаре в течение года поступило около 3500 сообщений о пожарах. В том числе 778 о лесных возгораниях. По результатам расследования правонарушений в Братском, Ангарском, Устюдинском, Иркутском и Жигаловском районах в суд направлены 5 уголовных дел, по которым вынесены обвинительные приговоры. Жители Иркутска сегодня вспоминают жертву авиакатастрофы. В 2013 году в районе станции Батарейная на подлете к военному аэродрому во 2-м Иркутске в 21 час 39 минут при заходе на посадку на территории воинской части упал грузовой Ан-12. Этот самолет перевозил промышленный груз из Новосибирска для Иркутского авиационного завода. При заходе на посадку борт задел технические помещения и упал на склады центрального материального технического обеспечения, где хранились запасные инструменты и принадлежности к автомобильной технике, повредив при этом крыши двух хранилищ. Взрыва не последовало, но загорелось топливо. Все 9 человек, находившихся на борту, погибли. Это 6 членов экипажа и 3 пассажира, которые сопровождали груз. Восемьсот юных жителей при Ангаре побывали сегодня в гостях у сказки. Губернаторская елка прошла в Иркутском музыкальном театре имени Загурского. Среди приглашенных дети, которые остались без попечения родителей, инвалиды, а также дети из многодетных, малоимущих или неполных семей. Какими необычными костюмами ребята удивляли зимнего волшебника? Увидите прямо сейчас. Фараоны, пираты и даже бесстрашные зоры. Все они пришли сегодня на губернаторскую елку в Иркутский музыкальный театр, чтобы встретиться с хозяином Нового года. Каждый хочет быть самым ярким и оригинальным, поэтому и костюмы самые необычные. А помогают ребятам в первую очередь их родители. Ирина Титова со своим сыном Святославом приехала из поселка Тельма Усольского района. Она признается, что такой костюм выбрала для сына не случайно, но сам Святослав больше осдачен тем, что же попросить в подарок у Деда Мороза. Ну, костюм принца, потому что для каждой матери, наверное, ребенок в первую очередь не принц, а принцесса, поэтому вот понравился. Да, я верю в Дед Мороз. Ну, если что захочет, то принесет. Ну, уже сам же подумать, что мне принести. Плохо я себя вела в этом году или хорошо. А кто-то из маленьких гостей праздника за подарки собирается благодарить совсем не зимнего волшебника. Мне только баба сказала, что меня будут поздравлять в губернатор. И я буду говорить вам спасибо, и я его хочу обнять сильно-сильно за подарок. Ой, ребят, не убегу, не убежу, не убежу. И вот самый желанный гость появился на празднике и принес собой долгожданные подарки. Не обидел никого. Заглянул в гости и символ нового 2019 года. Хрюня пообещала приносить в каждую семью только счастье, радость и благополучие. А после веселых игр, песен и стихов с Дедом Морозом и Снегурочкой ребята отправились в гости к сказке, но не к простой, а к русской народной. Волшебное кольцо, эту всеми любимую историю сотрудники Иркутского музыкального театра решили сделать подарком юным зрителям. Ведь именно новогодние праздники – самое подходящее время для волшебства. Анастасия Куренова, Александр Барановский. Новости сейчас. Более 9 миллионов рублей получили туроператоры Иркутской области в качестве субсидий из федерального бюджета. Об этом сообщили в агентстве по туризму при Ангарии. Для туроператоров региона были определены следующие условия. Это минимальная продолжительность тура не менее пяти дней. Количество туристов на одного оператора должно составлять 200 человек. И период поездки с сентября по ноябрь 2018 года. Размер субсидий зависит от количества туристов, которыми были оказаны услуги туроператора. И размера субсидий, предусмотренного на одного туриста, он составляет от полутора до пяти тысяч рублей. Пилотный проект по поддержке туроператоров был инициирован в 2018 году Министерством культуры и совместно с Министерством финансов России в целях развития внутреннего и въездного туризма в стране. Радовались победе недолго. Хоккеисты ангарского Ермака проиграли китайскому клубу Цэнгтоу. Очередной матч чемпионата высшей хоккейной лиги оранжевые провели на выезде. В каждом из периодов наши хоккеисты пропустили по одной шайбе. И как результат счет на табло 0-3. По итогам этой игры Ермак остается на последнем 29-м месте турнирной таблицы. Теперь ангарчане возвращаются домой. Следующий свой матч они проведут уже в новом году. 9 января оранжевые будут принимать московскую звезду. И к этому часу у меня вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на Аисте.